В регион с рабочим визитом прибыл советник премьер-министра Ярала Тугжанов. Он ознакомился с работой жителей Мартугского района, которые начали свою деятельность в рамках проекта «Аул Аманате» и выслушал предложения предпринимателей. Одна из жителей села Саржар Камшат Аман Тугелова в прошлом году по проекту «Аул Аманате» получила в кредит 8 миллионов 600 тысяч сеньгей. Месте с супругом начало производство дымоходов. В настоящее время они обеспечивают половину села. Ежедневно поступают десятки заказов на установку качественного дымохода. До этого работала на заводе, потом решила открыть дело. Конечно, я очень благодарна проекту «Аул Аманате» за предоставленную возможность заняться предпринимательством. Работаем по заказам, жаловаться не приходится. В строительном магазине «Мири» есть точка «Приходят заказ» и транспортируем товар. Стоимость одного дымохода 11-12 тысяч тенге. Диверсификация сельского хозяйства – одно из главных условий конкуренции. Яралы Тугжанов ознакомился с работой теплиц Руслана Мохамбетова, который начал свою деятельность в рамках программы «Аула Манаты». В настоящее время фермер получил первую продукцию. Еще один предприниматель, воспользовавшийся проектом «Аула Манаты» – Яргазы Добылов. Он вырастил 1500 перепелок. Еще одна жительница села Саржар – Жансаи Арамбаева – также занимается разведением перепелов. Она получила кредит в размере 5 миллионов тенге. Сейчас в хозяйстве Жансаи тоже насчитывается около полутора тысяч перепелов. Как видите, здесь обеспечена подача воды для птиц и питания. Поддерживается необходимый температурный режим. Следующая остановка – хозяйство Самалабаевой, которое выращивает кукурузу. Вместе с супругом Альбеком Бакбергеновым она оформила кредит на 3 миллиона 800 тысяч тенге. Когда дело сортовало, она внедрила капельное орошение кукурузы. В этом году планируется получить около 35-40 тонн продукции. Капусту поставляю в Ак-Тубе на колхозный рынок. Кроме того, продаю в Кабду храм Тау-Бадамшу. После встречи с владельцами бизнеса Яралы Тукжанов ознакомился с выставкой продукции проекта «Аул Аманаты», после чего провел расширенное заседание с участием глав фермерских хозяйств. На совещании было подчеркнуто, что поскольку социально-экономическое положение жителей области напрямую связано с сельским хозяйством, приоритет должен быть отдан не только развитию животноводства, но и другим направлениям. Также ответственным управлением и акимом сельских округов поручено реализовать проект в соответствии с установленными требованиями. Отмечается, в нашей области пилотный проект развивается динамично по сравнению с другими регионами. Бизнес развивается. Это видно по примеру Ак-Тубинской области. Мы посетили несколько хозяйств и лично убедились в этом. Особенно это актуально с учетом стоящей задачи по избавлению от импортозависимости. Отметим, в Артургском районе по проекту «Аул Аманаты» реализовано 334 бизнес-инициативы. В завершении встречи был подписан меморандум между Акиматом области и Ак-Тубинской медной компанией. Производство согласилось приобретать продукцию, выпущенную в рамках этого проекта. Владимир Федотов, Руслан Ильтаев, телеканал Ак-Туб. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова